В культурном центре Самары проходит заключительный этап монтажа тоннеля проходческого комплекса протяженностью 88 метров. Далее продолжится настройка оборудования, чтобы в начале апреля была техническая возможность пуска щита. Он пробурит тоннель метро от улицы Галактионовской в направлении станции Алабинская. К середине апреля планируется получить разрешение, которое позволит завершить официальную процедуру пуска наладки комплекса. Перед стартом проходки объект будет зарегистрирован в Ростехнадзоре. Строительство новой станции метротеатральное на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения заказчика строительства, так и со стороны администрации города. Продолжают работать и в другой зоне метростроя на перекрестке улиц Полевая и Новосадовая. Здесь разрабатывают стартовый котлован. Ориентировочно к 10 апреля грузоподъемный автокран, который с Галактионовской временно перебазировали в Москву, вновь вернется в Самару для дальнейшего монтажа второго тоннеля проходческого комплекса. После сборки, пуска наладки и получения разрешения этот комплекс будет двигаться в обратном направлении от Полевой и Новосадовой в центр города. За месяц установка будет преодолевать от 200 до 250 метров. Эксперты уверены, что с открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, так как этот вид транспорта не только удобный, но и быстрый. При необходимости МП Самарский метрополитен сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. С любой точки города мы можем попасть в центр и из центра можем попасть в любую точку города. Дальше. Действительно, у нас вечерами из центра города вернуться на безымянку сложно. А сейчас это будет решен вопрос. Метро решит очень много проблем именно по продвижению по городу.